Добрый день, уважаемые слушатели! Разрешите вашему вниманию представить онлайн-семинар на тему «Использование интегрированной модели критериального оценивания в дальнейшем МКО в обновлённом содержании образования на основе опыта Назарбаев интеллектуальной школы города Кокшитал». Семинар проведёт Тазбулатова Махаббат Каргужаевна, учитель начальных классов, руководитель методического объединения начальных классов Назарбаев интеллектуальной школы города Кокшитал. Разрешите своё выступление начать со слов нашего многоуважаемого президента. Чтобы стать развитым, конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией. Необходимо уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни. Вышесказанное президентом мы можем увидеть в интегрированной модели критериального оценивания, а в частности, когда мы говорим о ценностях интегрированной образовательной программы. Каковы же ценности включает данная модель? Это уважение, сотрудничество, открытость, гражданская ответственность, обучение на протяжении всей жизни. Какие же навыки широкого спектра развивает и вырабатывает данная модель? Это применение знаний, поиск и анализ информации, критическое мышление, исследовательская и экспериментальная деятельность, языковые и инфокоммуникационные компетенции, самостоятельное обучение и сотрудничество. Все это происходит через цели, то есть ожидаемые результаты обучения, и где должны быть единые критерии, критерии, которые известны всем участникам процесса. Это критерии успеха учащихся в достижении целей их обучения. Но в целом, если говорить об интегрированной модели критериального оценивания, то данная модель стоит на так называемых трех китах. Это такие виды оценивания, как формативное оценивание, внутреннее суммативное оценивание и внешнее суммативное оценивание. Чем же отличаются данные виды оценивания? Начну свой анализ формативного оценивания. Формативное оценивание, когда же оно начинается, как оно проводится, в каких случаях и какая оценка или суждение выставляется. Конечно же, нельзя сказать, что сегодня, ребята, мы с вами проведем формативное оценивание, потому что формативное оценивание начинается с того момента, когда учитель входит в класс. Когда учитель входит в класс, задает вопросы по прошлому материалу, что вы знаете, что вы помните о том, что изучали на прошлом уроке. То есть таким образом учитель для себя понимает, на каком этапе находятся учащиеся, стоит ли двигаться дальше, если дальше, то куда и как ему двигаться в данном учебном процессе. И таким образом данный вид оценивания, он неразделим от обучения. Мы говорим, что это оценивание для обучения. И оно идет параллельно с обучением, так как во время групповых видов работ учитель ведет наблюдения, фиксирует свои наблюдения, делает записи в своем дневнике наблюдений о том, как учащиеся рассуждают, как они доказывают тот или иной материал, то есть какие суждения приводят во время, в процессе групповых работ. Вот данный вид оценивания, можно сказать, он проводится в течение всего обучения, в течение всей четверти. Также данный вид обучения, он определяет текущий уровень усвоения знаний и навыков в процессе повседневной работы. Позволяет данный вид оценивания учащимся понимать, насколько правильно они выполняют задания в период изучения нового содержания. И результаты обучения фиксируются в виде формулировок «достиг цели обучения» или «стремиться». И учитель, когда он проводит формативное оценивание, будь это устное формативное оценивание, письменное, практическая работа, лабораторная, учителю всегда необходимо давать подробную обратную связь, для того чтобы учащийся понимал, как ему в следующий раз достичь данной цели обучения, что ему не хватило на данный момент, чтобы получить результат «достиг». И в этот момент учитель должен давать более подробную, развернутую обратную связь учащимся. От этого зависит дальнейшее развитие и обучение учащихся, которые стремятся достичь цели обучения. Следующий вид оценивания – это внутреннее суммативное оценивание. Оно проводится учителем, когда заканчивается четверть. Данный вид оценивания определяет уровень применения знаний, умений и навыков в завершении изучения определенного блока учебной информации за ту или иную четверть. Также данный вид оценивания является основой для определения итоговых оценок за четверть и учебный год. Результаты обучения фиксируются в виде баллов и оценок, буквенных и по пятибалльной системе. Что же такое суммативное, внешнее суммативное оценивание? Внешнее суммативное оценивание проводится независимыми органами оценивания после завершения начальной школы – это пятый класс, основной школы – десятый и старшей школы, то есть двенадцатый класс в соответствии с моделью и задачами оценивания. Данный вид оценивания необходимо отметить то, что определяет уровень применения знаний, умений и навыков при завершении изучения определенного блока учебной информации и является основой для определения экзаменационных и итоговых оценок за уровень обучения. Результаты обучения также фиксируются в виде баллов и оценок. Разрешите привести такие ботанические аналогии. Давайте представим, что дети – это наши цветы. И если говорить о суммативном оценивании, то это просто их измерение. Когда мы просто выявляем, насколько одно растение выше выросло, чем другое растение. Да, может быть интересно было бы сравнить, проанализировать, почему одно растение выше или ниже другого. Проанализировать результаты данных измерений. Но данный анализ, он никак не влияет на сам рост растений. А если говорить о формативном оценивании, то формативное оценивание – это эквивалент уходу и поливу соответствующим потребностям растений, что непосредственно влияет на их рост. То есть мы с вами знаем, что существуют разные виды растений. И тени выносливые, и светолюбивые растения. И каждому виду растений соответствует определенный уход, полив. И если мы чрезмерно, допустим, польем засухоустойчивые растения, или поставим на подоконник, где падает очень много света, тени выносливые растения, то мы, конечно же, понимаем, каков будет результат. Результат не будет высоким и качественным. То есть результат не будет тот, который мы ожидаем. И, к сожалению, растения наши могут погибнуть. Поэтому формативное оценивание, приведя данные ботанические аналогии, можно сказать, что это ежедневный уход и полив. Полив и уход должен соответствовать тому, каково это растение. И, конечно, мы понимаем, что дети в наших классах, учебных заведениях, они совершенно разные. Поэтому требуют индивидуального подхода для того, чтобы у учащихся были хорошие, высокие, эффективные результаты в обучении. Что же такое формативное оценивание? Формативное оценивание – это, резюмируя, можно сказать, что это процесс поиска и интерпретации данных, используемый учениками, учителями для определения этапа, на котором находятся обучаемые, в процессе своего обучения, направления, в котором следует развиваться, и установление, как лучше достигнуть необходимого уровня. Выше я затронула формы формативного оценивания. Разрешите более подробно рассказать о них. То есть формативное оценивание может осуществляться в различных формах. Это может быть устный опрос, письменная работа, практическая работа, лабораторные исследования. И данные формы, они позволяют учителю и учащимся скорректировать процесс обучения и устранить возможные пробелы и недочеты до проведения суммативной работы. Важно, чтобы учитель на своих ежедневных уроках использовал как можно больше разнообразия, разнообразных форм формативного оценивания. Для того, чтобы учащихся была высокая мотивация, для того, чтобы учащиеся были всесторонне развиты и могли работать в творческой, не шаблонной форме. Сейчас разрешите продемонстрировать видео, в котором вы увидите, где учащиеся проводят формативное оценивание, измеряя рост друг друга. И данный вид оценивания можно отнести в практической работе, где учащиеся фиксируют свои наблюдения, измеряя рост с помощью нестандартных средств измерения. Субтитры создавал DimaTorzok Мы просмотрели мультик «Тридцать восемь попугаев». И мы сделаем это рулеткой, потому что бутылкой, книжкой и маркером – это несовершенная возможность. И мы сделаем это рулеткой. А сейчас разрешите перейти к практической части данного семинара. Данный семинар в дальнейшем будет строиться на предмете «Математика» часть 2.1.b «Больше и меньше» тема «Применение вычислительных навыков для сообщения результатов сравнения». Цель – понимать отношения больше-меньше. Критерии успеха. Учащийся достиг цели обучения, если умеет применять вычислительные навыки, понимает отношения больше-меньше. Разрешите продемонстрировать следующее видео, в котором вы просмотрите, как учащиеся, зная тему, цель урока, формулируют самостоятельно цели, критерии успеха. Это учащиеся 2-го класса с русским языком обучения. Если тема урока – применение вычислительных навыков для сообщения результатов сравнения. Один, пожалуйста. Учащийся достиг цели обучения, если умеет вычислять числа. Хорошо, спасибо. Еще, пожалуйста. Учащийся достиг цели, если умеет вычислять и прибавлять числа. Хорошо, спасибо. Еще, пожалуйста. Учащийся достиг цели обучения, если умеет распознавать знаки больше-меньше и не равно. Зачастую уроки математики начинаются с математических диктантов. Учитель, используя вышеназванную тему, может задавать учащимся в устной форме, то есть такие вопросы, как «Чему равна сумма чисел 20 и 45?» Запишите, пожалуйста, какое это число. 5 сотен, 2 десятка, 6 единиц – это число. «Чему равна разность чисел 95 и 50?» «Стороны прямоугольника равны 2 сантиметра и 4 сантиметра?» Найдите периметр прямоугольника. И следующий вопрос, наименьшее трехзначное число – это, и учащиеся должны записать. Далее, в одном дециметре сколько сантиметров? Учащиеся, слушая учителя, записывают в своих тетрадях только лишь ответы к данным заданиям. После того, как учащиеся записали ответы, учитель обращает их внимание на то, что в начале урока было оговорено, что если учащиеся из шести заданий будет верно выполнено пять, то учащиеся могут вынести такое суждение, как «Достиг», но если меньше пяти, то выносится суждение «Стремиться». Далее, для того, чтобы реализовать поставленные цели на уроке, учитель может использовать следующий вид работы. Это работа с прозрачными планшетами. Теперь, то есть, он может попросить учащихся взять ламинированные листочки, так называемыми прозрачными планшетами, и выполнить следующие задания. Учитель также, допустим, дает задания учащимся, а учащиеся должны на данных планшетах написать только ответы к заданным вопросам. Далее, учитель может подвести к теме урока, задавая заранее запланированные вопросы, такие как «Какое задание мы выполняли последним?». Учащийся в данном случае отвечает, что сравнивали числа. «А что у нас получилось?», «Какой ответ у нас получился?», «Далее, какие знаки мы применили?». И таким образом, учитель выходит на тему урока «Больше и меньше». Далее, реализуя цель урока, учитель может использовать такую форму работы, как групповая работа. В данном случае, каждой группе даются карточки с числами для сравнения, также им выдаются знаки сравнения. Дети строят модель сравнения с помощью предметов и знаков. Здесь приведены примерные задания для каждой группы. Разрешите продемонстрировать видео, в котором вы можете просмотреть, как проводилась групповая работа и как учащиеся выполняли данное задание. «Пишите число, которое больше 65, но меньше 98. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, скажи, кто может сказать, почему вы написали это число? Адель, скажи, пожалуйста, почему ты написала? «Я написала 66, потому что оно больше 65, но меньше 90. Хорошо. «Я написала 50, но больше 65, но меньше 98. Хорошо. «Пишите число, которое стоит после числа 54». «Пишите два числа, которые меньше числа 526». «Два числа, которые меньше числа 526». «Итак». «Четыре сто и...» «Хорошо. А ты, пожалуйста, скажи, какие ты числа написала?» «Пишите. Предыдущие число, числа 10». «Пишите. Предыдущие число, числа 10». «Пишите. У кого 9?» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Далее учитель может привести следующий вид заданий Это сравнить сравнение То есть где учащиеся в первой, второй, третий и четвертой групп Должны сравнить и вместо звездочки поставить знаки больше, меньше или равно Далее можно спросить, а что вы заметили? На что вы еще обратили внимание? Учащиеся, предполагаемые ответы учащихся это сравнивали Нужно сравнить выражение и число Если в левой части учащимся были даны готовые числа В левой и правой частях, которые нужно было сравнить И вместо звездочки поставить знак больше, меньше или равно То в правой части заданий действительно отличается тем Что необходимо провести определенные преобразования В левой или в правой частях И только после этого можно будет уже сравнить Далее учитель может использовать следующее задание Я выше говорила о том, что это тоже будет как оценивание Задание на оценивание Где учитель может формативно оценить учащихся То есть через подвижные игры, подвижные задания, активити Где учитель выступает наблюдателем в качестве наблюдателя Затем как учащиеся справляются с данным заданием Учитель может попросить учащихся Давайте разделимся на две группы Группа мальчиков и группа девочек Посчитаем, сколько у нас девочек и мальчиков Насколько мальчиков больше или меньше девочек А насколько девочек больше или меньше мальчиков Далее просят разделиться также на группы по дням рождения Где учащиеся должны не разговаривая Не сообщают друг другу Разбиться по дням рождения, по временам года И далее можно сравнить эти результаты Насколько больше у нас учащихся родилось весной, нежели летом К примеру Далее Все эти вышеперечисленные задания ведут к такому выводу Который учащийся приходит самостоятельно Учитель не дает его в готовом виде Но лишь он может скорректировать данное определение Учащиеся приходят к такому выводу Что, чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше другого Нужно от большего числа вычесть меньше Далее вашему вниманию будет показано видео Где была проведена парная работа Шесть, одна, восемь, шесть, девять, девять, девять Шесть, 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 шесть Разрешите продемонстрировать на данном слайде Формативное оценивание. Вы видите, что данное формативное оценивание относится к такой форме, как письменное. Здесь дается ссылка на учебную программу, записана цель обучения, далее рекомендации по оцениванию. Рекомендации по оцениванию учитель может воспользоваться из рекомендаций по оцениванию по предмету математика и далее использовать данные рекомендации, либо интерпретировать их и подбирать близкие по значению задания, которые соответствуют цели данного обучения. В данном случае такое задание «Закончи предложение, чтобы узнать, насколько число 7 больше числа 2». Нужно что сделать? Чтобы узнать, насколько число 18 меньше числа 21, что нужно сделать? Учащиеся должны здесь прописать. Далее задание «Сравнивать». Нужно будет сравнить и вместо пустого квадрата поставить знаки «Больше», «Меньше» или «Равно». Далее необходимо учащимся решить задачу. Какие же навыки вырабатываются в выполнении данного задания? Это знание и понимание, применение, языковые навыки. Каковы критерии успеха? Критерии успеха таковы. Учащийся достиг цели обучения, если знает правила, как мы можем узнать, насколько одно число больше или меньше другого. Умеет сравнивать, определяет с помощью решения задачи, насколько одно число больше или меньше другого. Объясняет, как узнать, насколько одно число больше или меньше другого. Здесь приведена по данному оцениванию, приведя приведена уже проведенная работа эта работа как ориной софии где она продемонстрировала свои свои знания и далее умение сравнивать числа и решать задачу учитель дает такие комментарии как софия эта работа достойна похвалы достигла молодец далее практическая часть данного семинара будет опираться на тему применение навыков почитания для предоставления сдачи цель производить подсчет необходимой суммы денег для покупки и получения сдачи критерии успеха учащийся достиг цели обучения если может подсчитать необходимую сумму денег для покупки предполагать то сколько тенге составит сдача можно использовать такие задания как на первых на первых занятиях на первых вторых уроках учитель может использовать ролевую игру в магазине а сначала на первом уроке учитель может показать то есть на доске создать возле доски возле своего рабочего стола создать небольшой мини магазин который будет приходить учащийся с банкнотами с монетами и покупать тот или иной товар ценники должны быть на всех предметах четко продемонстрированы далее нас на последующих уроках учитель может на втором уроке уже организовать такой же вид работы но только в групповых формах где уча в каждой группе будет свой продавец и покупатели на 3 4 уроки можно организовать поход магазин в данном случае более эффективными будут уроки проведенные в магазине если учитель заранее запланирует свою деятельность и организует ее так чтобы был максимальный эффект от этого урока то есть эффективность максимальная эффективность от этого урока то есть когда учитель с продавцом заранее договариваться о том что продавец либо учитель он не может учащийся не может приобрести тот или иной предмет или товар пока сам не скажет какую сдачу необходимо дать продавцу дети данные и данный вид задания были проведены но и на уроках где учащиеся в магазине на блокноте на блокноте фиксировали то что они покупали какая сумма денег у них была в данный момент и они могли предположить какую сдачу они могут получить от продавца если учащиеся называли правильно ту сдачу они могли приобрести тот или иной товар в магазине разрешите отметить то что дан так как данный урок был очень тесно связан с жизнью учащиеся получили массу удовольствия от таких нестандартных интересных уроков следующий вид оценивания это также формативное оценивание письменной форме где учащимся нужно было записать сколько какой они товар приобретают и каковую какую сдачу они могут получить при этом здесь данную работу выполнил женах метов олен и учитель пишет следующие рекомендации об такую обратную связь как молодец достиг это подобная работа но данная работа получил осуждение стремится здесь учитель заметьте делает пометки ведет обратную связь для данного учащиеся задание пишет алла пока монеты 200 тенге не существует так как в данном задании нужно было банкноту в 500 тенге то есть данную банкноту выразить в с помощью различных монет алла здесь показать 100 плюс 200 плюс 200 и учитель делает справедливые комментарии о том что пока монеты 200 тенге не существует далее во втором задании учитель делает следующие пометку а сколько ниже а сколько тенге будет сдача то есть указывая на то что учащиеся да действительно верно взяла в кружок те предметы далее но не отметила какова же будет сдача не прописала не закончила данное задание общим комментариям явилось то что учитель написал алла для того чтобы достичь этой цели тебе не хватило внимательности следующий раз прошу тебя внимательно и вдумчиво читать задание результат который ставит учитель стремится далее урок учитель учителю необходимо закончить с помощью рефлексии знаний то есть когда учащиеся должны с помощью вспомнить критерии успеха которые были в начале урока проговорены учителем учащимися они были они были известны всем участников данного процесса и учащие ученики должны уже самостоятельно сказать о том что что они умеют в конце урока что они понимают что они уже могут сделать и данные фразы они дублируют и те критерии успеха которые были оговорены в начале урока то есть учащиеся должны отметить я умею применять вычислительные навыки да нет я понимаю отношения больше меньше да нет я могу почитать необходимую сумму денег для планируем покупки да нет я могу предположить то сколько тенге составит моя сдача да нет данная рефлексии учащиеся могут провести в письменной либо в устной форме учитель также может добавить следующую третью графу как да нет или больше да чем нет или больше нет чем да можно будет нести здесь небольшие такие коррективы данный онлайн семинар подошел к своему завершению благодарю вас всех за внимание